Я рад всех видеть. Мой внук приболел чуть-чуть. Может, это культурный шок у него. Единственное место, в котором он был до этого, это Израиль и Штаты, естественно. И в разных странах по-разному, если не привык путешествовать, иногда говорят, что это может быть простуда, иногда бывает расстройство желудка, если особенно не пить много воды. Ну и может у него что-то с желудком, не справился, желудок с едой. В общем, он лежит дома, когда я уходил. И мы молимся за него, я попросил дома, чтобы за него тоже молились. Я верю, что к завтрашнему дню уже все будет хорошо. Он хороший молодой человек. И помазание Божье на нем. И я его беру с собой, как только у меня получается. Вы в зеленой футболке. Боря рядом с тобой. Можете встать, пожалуйста? Когда я до этого вас увидел, я услышал слово «транспорт» или «грузовик», или «самолет», «корабль», то, что перевозит. И Господь проговорил и сказал, что ты как Варнава, тот, кто ободряет людей. И у тебя всегда есть какой-то подарок для людей вокруг. И есть всегда слово ободрения. Слово надежды. И у тебя это служение в сердце. И Бог говорит, что у тебя целый багаж подарков, которые ты можешь раздавать людям. И ты в какой-то степени пророк. Ты можешь различать, каким людям нужна помощь. Кому нужна ободрение. И ты можешь пойти к людям, сказать им что-то, и это изменит их жизнь. Обстоятельства могут не меняться, но отношения их будут меняться. Потому что у тебя есть определенное послание в твоих словах, которые ты будешь доносить людям. Но у тебя также есть желание видеть людей исцеленными. И в грядущие дни ты будешь возлагать руки на больных. И придет большее дерзновение. Люди будут приходить к тебе, ты будешь за них молиться благословением, и они будут получать исцеление. Будешь возлагать руки на больных, и они исцелятся. Аминь. Боже, благослови его во имя Иисуса. Пусть это будет ободрение для него. И подними его, и поставь его выше того сомнения, которое он сейчас имеет. И дай ему ту работу, которая лучше любой другой, которую он имел. Открой для него особую дверь. Чтобы было больше дохода и больше благословения. Во имейшего. Аминь. Аминь. У кого-то вот боль в пояснице. Встаньте, пожалуйста. Самый-самый низ в пояснице. И Бог дал мне слово, но я не знал, что так много людей будет. Возложите на них руки. Мы помолимся сейчас. Отец. Мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Иисуса. Ты послал нам Своё Слово, которое исцеляет. И мы верим, что Ты это уже сделал. Потому что ранами Иисуса мы исцеляны. И тот же Дух, который воскресил Иисуса из мертвых, пребывает сейчас в физическом теле. И сделает эти тела живыми. Силой воскресения Иисуса. Мы провозглашаем и говорим вот этой проблеме в спине. Мы говорим Тебе, уйди прямо сейчас. И не возвращайся. Мы запрещаем Духу и провозглашаем то, что Ты поражен. У Вас победа в Ваших телах. Аминь? Вы согласны? Подвигайтесь. Подвигайтесь, посмотрите, как... Если не полегчало, останьтесь. Ну, стойте. Если лучше не стало, мы еще помолимся. Просто держитесь за это. Отец, мы благодарим Тебя. Ты сказал, что мы будем возлагать руки на больных. И они исцелятся. Мы стоим на Твоем слове, Отец. Ни один человек не имеет силу. Но Ты имеешь силу, Господь. И мы провозглашаем это во имя Иешуа. Это Твое Слово, не наше Слово. Сойди на тех, кто сейчас стоит. И прикоснись к ним особо. Сейчас во имя Иисуса. Мы провозглашаем Твое Слово. Не наше Слово, Твое Слово. И мы отдаем это Тебе во имя Иисуса. Сделайте, постарайтесь сделать то, что раньше не получало с вас сделать. Сделайте то, что вам причиняло боль до этого. Подвигайтесь как-то. Подвигайтесь. Если даже сейчас не произошло исцеление, все равно Слово говорит, что мы будем возлагать руки на больных, и они исцелятся. И я верю, что исцеление началось. Аминь? Три года назад я был в Николаеве. В Церкви Нового Завета. У меня левая нога очень болела, еле ходила. Где-то около года я болела нога. И доктора сказали, что ничем очень могут. И я отказался принимать болезненные лекарства, потому что не хотел. И я был в церкви Николаева. И Бог исцелил мою ногу. Это было бедро и колено. Я стоял там, просто поклонялся Богу. Я даже не просил Его об этом. Просто оно произошло. Но оно как-то жужжать начало, что ли. Но это было изнутри. Я не знал сначала, что это. И потом я понял, что я исцелился. Но мое колено не исцелилось. Только бедро. И спустя три недели я спросил у Бога, почему ты только бедро исцелил, а колено не исцелил? А Бог сказал, я вообще-то и то, и то исцелил. И я исцелил их еще на кресте. Я сказал, ну хорошо, я согласен, но хотелось бы почувствовать в колене. И я понял, что это чудо, но которое было как бы вперед, на будущее. То есть бедро было чудо, а колено, оно было как долгий процесс исцеления, как вот после болезни. И через шесть недель колено исцелилось. Не сразу, но через шесть недель оно исцелилось. И я вам могу сказать, что я знаю, что это действует. И Его Слово — это истина. Встань, пожалуйста, в полосатой кофте. Можешь встать, пожалуйста? На этой неделе я тебе говорил Слово? Или на прошлой? Не думаю. У тебя дар внутри, связанный с учительством. Не только преподавание Божьего Слова, но ты будешь учителем там, где ты будешь. Это то, что ты желаешь. Но просто у тебя, может быть, еще не было возможности. Может быть, ты думаешь также о каком-то тренинге. Но в грядущий год я тебе говорю, что Бог позаботится об этом. И Он тебе даст мысли, благодаря которым ты будешь учить других людей. Но ты особенно одарен в теле Мессии. И Бог тебе будет давать Слово через Откровение. И ты будешь проверять это Откровение с другими людьми. И я не говорю о том, что ты будешь учить там 100 человек, 500 человек. Может быть, не сейчас, но в какой-то из дней. Но когда Слово будет гореть в твоем сердце, ты будешь делиться этим с одним, двумя, тремя людьми. Потому что ты не будешь способен удержать это в себе. Но то, что Бог тебе будет показывать, ты будешь делиться с лидерами, которые есть в теле. Будет время обучения, когда ты будешь обучаться, но будет время, когда ты будешь высвобождать Божье Слово и будешь благословлять этим. Отец, благослови этого человека во имя Иисуса. И дай ему, пусть его вера в его сердце поднимется. Я раньше его не видел, но я знаю, что ты заботишься о его жизни, и ты притягиваешь его ближе к себе. Ты сейчас не там, где ты хочешь быть в отношениях с Богом. Но Он тебя поведет в то место. Он как бы крюк вставит в твое сердце. И не оставит тебя, и не отпустит тебя. Благослови Божьей Главы и имя Иисуса. Аминь. Несколько лет назад Та церковь, где я был пастором, проходила тяжелое время. Я там был пастором 35 лет. И, кажется, я вам на прошлой неделе рассказывал, у меня было несколько болезней, которые я прошел. И в тот момент один из лидеров церкви, он пытался увезти церковь. И он не был успешен в этом. И я уже 30 лет был пастором. И мы росли, и был успех. И я не понимал, что происходит. Я думал, может, Бог меня исправляет в каких-то отношениях. И сначала я это воспринял, как будто бы Бог что-то злое делает по отношению к мне. Но из этой ситуации я все-таки понял, что Бог, Он добрый. Я думаю, что я всегда верил, что Он добрый. Но я иногда думал, что Он добрый в некоторые моменты. Но в тот момент я понял, что Бог добрый всегда. Но те вещи, может быть, которые плохие, случаются в наших жизнях, это не из-за того, что Бог плохой, а из-за того, что просто есть закон сеяния и жатвы. И все, что происходило в церкви долгие годы, мы думали, что всякие нехорошие вещи, сложности, мы думали, что это Бог, и Он как бы злится на нас. Но мы знаем, что мы живем в падшем мире. И вопрос в том, как мы отвечаем и реагируем на то, что происходит. И те вещи, которые я думал, что они плохие, на самом деле они хорошие. Потому что результат был хороший. И те вещи, которые я воспринимал как хорошие, спустя уже время, когда я смотрю на них, я понимаю, что это не совсем были хорошие вещи. И я могу сказать то, что говорит Слово Божие. И Бог добр и милость Его вовек. И я думаю, нам нужно перестать обвинять Бога в плохих вещах. И нужно понять, что это либо дьявол, либо наше решение. Самое лучшее, что произошло в моей жизни, это вот то как раз время в 2000 году. И Бог меня как бы поместил в то место, где я начал учиться благословлять людей. И это было одно из самых великих вещей, которые происходили со мной. И я был один из тех, кто хотел обвинять людей. Если что-то происходило, то это чья-то вина, я так думал. И я искал, кого же обвинить? Почему так произошло? Должно быть кто-то сделал ошибку, не я. Рэбби, вы мешаете. Похоже на пасторе нашего, да, точно. О, мой. Где я? Да, но я понял, что вопрос в моей реакции на обстоятельства, на вопросы. И Бог проговорил в мое сердце из первого послания Петра. И это немного сложно понять. Вторая глава, 20 стих. Ибо что за похвала, если терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословием, Он не злословил взаимно. Страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Это напомнило мне то, что сказал Иисус. Если я пострадал, чем лучше вы? Нет, мы все проходим через разные ситуации. И некоторые ситуации для того, чтобы мы умерли для себя. И здесь написано, что каждый к этому призван. Иногда происходят вещи, которые мы не понимаем. И нам нужно просто отнестись к этому так. Хорошо, это часть нашей жизни. Потому что здесь сказано, что мы к этому призваны. В 21 стихе. У нас есть призвание проповедовать, миссионерству. Молиться за больных. Но у нас также есть призвание ходить так, как ходил Иисус. И эта дорога не всегда легкая. Но нам не нужно обвинять Бога. Однажды я пришел домой. И часть кровати была сломана. И я не мог понять, потому что с утра кровать была здоровая. И нельзя было уже сесть на край, потому что она падала. И я позвал жену и говорю, иди сюда. Посмотри. Кровать сломана. Кто это сделал? Кто это сделал? Я хотел кого-то обвинить. И она сказала, твои внуки здесь были. И я зашла, и они скачут на кровати. Как на батуте. И я говорю, что? Почему ты их не остановила? Ну, они веселились. Ну и что? И она мне сказала, дорогой, тебе кое-что нужно, кое-чему научиться. Вопрос не в том, кто это сделал. Это неправильный вопрос. Вопрос нужно задавать так, что с этим теперь делать? И я сказал, ну, починим кровать. Классно, да? Я научился. Когда в церкви есть какие-то сложности или были у нас, я уже не говорил, кто это сделал. Я уже спрашивал, что нам с этим делать. И мы начали совершать какие-то действия. В следующей главе. Восьмой и девятый стих. Наконец, будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудры. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Заметили, что говорится в последнем стихе? И мы призваны быть как Иисусу. Он не начинал устраивать какие-то стандалы, когда там кто-то что-то делал не так. Что Иешуа делал? Что Писание нам говорит? Что здесь сказано? Он благословлял. Знаете почему? Потому что это природа. И Он хочет это вложить нам. Когда что-то происходит плохое, не обвиняйте кого-то. Лучше задавайтесь вопросом, что теперь с этим делать? И благословляйте людей. Потому что Бог, Он благословляет. Но Он благословляет через нас. Я знаю, что Он может благословлять и без людей. Но в 99% случаев, это люди благословляют нас, и это Бог благословляет нас через людей. И людей через нас. И один парень ко мне подошел несколько месяцев назад, и человек ему дал 500 долларов. Просто подошел и дал ему 500 долларов. И я подошел и дал, потому что Бог проговорил. Но тот человек ходил и говорил, посмотрите, что он мне дал. Он так, на самом деле, делал ли он так? Нет. Он говорил, посмотрите, что Бог мне дал. Посмотрите, что Бог мне дал. И я спросил, а как это произошло? С неба упало? Нет. Кто-то же тебе это дал. Но Бог проговорил тому человеку, дать тебе деньги. Бог создал нас такими, чтобы благословлять других людей. Я не знал, что с этим делать, когда Бог мне это показал. И мы с женой как-то молились и постились. То есть, у нас как бы в доме, ну, как это... Выплатили? Да, да, да. Вы покупаете дом, и вы получаете деньги на него. Ну, мы не получили деньги на него. Мы уже платили за него. Мы уже платили за него. Да. Мы полностью его хозяйали. То есть, он был уже наш. И мы молились с женой и спрашивали, что делать с одним человеком? Как благословить? И Бог проговорил нашим сердцем и сказал, дайте ему наш дом. И Бог проговорил наше сердце и сказал, подарите ему ваш дом, который уже оплачен. И мы очень многому научились через это. И мы пошли как бы к нотариусу и переписали дом на него. И сказал, я хочу тебя просто благословить. И в результате этого я вырос. Духовно. Моя жена выросла духовно. И с тем человеком мы восстановили полностью отношения. Это тот, который вот хотел взять церковь. Это было полное восстановление. И у него все еще этот дом. Но мы теперь выплачиваем другой уже дом. Каждый месяц. И что же здесь сказано? Зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Причина, по которой я вам об этом говорю, в том, что Бог послал своего единственного сына. Чтобы благословить нас. Бог дает, чтобы благословлять нас. И благословение исходит из наших... Из наших уст только. Или через то, что мы делаем. Но вы должны иметь это в сердце. Бог добр, и Он благословляет нас. Но обычно Он благословляет нас через кого-то. И вы можете сказать, да, Боже, давай, благослови меня. Не так хочется взять что-то и благословить кого-то другого. Вы себе не представляете, какое благословение мы получили с того дня с женой. Давайте скажем вместе, Бог добр. И милость Его вовеки. Он благословляющий Бог. Если можете, откройте бытие. С 49-й главе, но не ее сейчас мы будем открывать. Помните, как Яков благословил своих двенадцать детей? И кроме того, Он благословил еще двух сыновей Иосифа. Потому что это то, что Бог вкладывал в сыновей Израиля. Потому что Он хотел, чтобы мы научились пути благословения. И Он благословил всех двенадцать детей. И когда Иосиф пришел к нему, чтобы тот помолился за его двух детей, сыновей, У него был сын Манасия и Ефрем. И Манасия был старший. И помните, Он сказал, приведи их сюда, я хочу их благословить. Это природа Божья. Благословлять. И Иосиф привел сыновей к Якову. И поставил Манасию справа, а Ефрема слева. Потому что Манасия был первенцем. И он должен был получить благословение первым. И Ефрем был второй сын. И обычно вот так вот Яков должен был благословлять. Вот так. Но что он сделал? Он скрестил руки. Поменял. И Иосиф видел это. И он взял руки отца и говорит, нет, 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 нет. Вот эта рука силы благословения, пусть она будет на первенце. Но Яков сказал, я знаю, что я делаю. Оставь меня в покое. И он молился благословением первородного Ефрема. И он пророчествовал и благословлял его как первого первенца. И это как бы выражало то, как он держал руки. И потом он пророчествовал о других двенадцати. И что мы видим, что эти пророчества исполнились. Как они исполнились? Через отношения с другими людьми. Вот так вот происходят вещи. Но Бог это определяет. Он говорит, ты будешь благословен. Ты будешь благословен. Потому что это Бог. Бог добр. И милость Его вовеки. Еще вот что произошло. В отношениях между Яковом и Исаом. Что произошло? Помните, как Яков как бы он забрал благословение у Исаа. И уже наступило время, когда должен был Исаак уже умереть. Он уже плохо видел. И он сказал своему сыну Исаву, который был охотник. Он был человек полей. И он сказал, что пойди и принеси мне, и приготовь мне пищу, чтобы я смог ее съесть перед тем, как умру. Но Ребекка слышала это. И когда Исаа ушел, она сказала, Яков, иди сюда. Я приготовлю хорошую похлебку. И мы тебя оденем в одежду Исава. И он имел много волос, Исав. А у тебя гладкая кожа. Поэтому ты оденешь шкуру овечью. И ты будешь пахнуть полем. Потом придешь, принесешь пищу Исаку. И Исаак спросил, ты Исав? И он сказал, да, я Исав. Но он сказал, твой голос больше похож на Якова, чем на Исава. Нет, я Исав. И он сказал, подойди ближе. Он понюхал и сказал, да, все нормально, пахнешь ты точно, как Исав. И он положил на него руки. И передал ему благословение. Он произнес это благословение. Он говорил о вещах, которые произойдут в будущем. Это еще не произошло в тот момент. Но должно было произойти. Вот так выглядит пророчество. Можно возлагать руки и пророчествовать. Может, это еще не произошло. Но Слово Божье исполнится. Может, год пройдет. Может, пять лет пройдет. Десять лет. Обо мне пророчествовали в 1981 году. Что я буду пастырем над пастырями. И я жене сказал, это какое-то бредовое слово. Я даже из страны не выезжал. Никакой пастырь ничего от меня не хотел слышать. Но так говорило Божье Слово. Хорошо, если так Бог говорит, значит, так будет. Вы в это верите? И меньше, чем через 20 лет это начало происходить. И я, ну, не я послужил причины, что это происходило. Яков встал и ушел. И вот приходит охотник Исаф. И сварил еды и приносит отцу. И он говорит, ты Исаф? Он говорит, да. Ну, я уже дал твое благословение твоему брату. Он говорит, нет. Как ты мог? Папа, у тебя что нет благословения для меня? Но он сказал, у меня такого же благословения для тебя нет. Неважно, что произошло, это правда. Теперь Иаков над тобой, Исаф. Я больше ничего не могу поделать. Я возложил руки на него. И я говорил в его жизнь. И я вложил в его жизнь. И таким образом, это благословение было высвобождено в жизнь Иакова. И об отцах, о которых говорится в Писании Аврааме, Исхаке, Иакове. И речь идет о благословении, которое высвобождается. Как это происходит? По вере. Первое Тимофея. Вы слышите, да? Это Новый Завет. Вторая глава, Первое Тимофея. Восемнадцатый стих. Извините. Да, 18. Позвольте 18 и 19. Первая глава, 18 стих. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшим о тебе пророчествами. Такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин. Первая глава, да? Да, 1 Тимофея. Да, да. 1 Тимофея 1. Да, да. Да. И тут сказано, сообразно с бывшими о тебе пророчествами. Он говорит, возьми это слово и воинствуй, согласно ему. И верь, что это от Бога. Не сдавайся. Но стой на этом слове. У меня слово для этого брата. Я его очень люблю. У меня есть слово для него, и оно произойдет. Оно произойдет, оно воплотится. Это не просто слова. Это было то, что вложено в твою жизнь через меня. И это сбудется. Так говорит Божье Слово. Поэтому воинствуй согласно этому слову. Стои на нем. Держись его. И увидишь, как оно произойдет. Аминь. И пять лет назад это было действительно нереальное пророчество. И я ему пророчествовал, говорю, в следующем году ты станешь миллионером. Я просто это услышал. И он подошел ко мне, говорит, слушай, у меня даже работы нет. Как я могу быть миллионером? Я говорю, не знаю. Я просто услышал. И я верю просто, что это произойдет. И угадайте, что произошло. Спустя год, он позвонил мне. И он говорит, ты себе поверить не можешь, что произошло. У меня отличная работа, как раз как ты сказал. Я начал вкладывать деньги в определенные вещи. И вот за прошлую неделю я стал миллионером. Меньше, чем за год. Я не знаю, как это происходит. Вы знаете, как это происходит? Новозаветная церковь, она построена на основании пророков и апостолов. Вот так говорится в Ефесянах 2. И Ешуа — он краеугольный камень. Но основание, которое стоит на пророках и апостолах, — это то, что является благословением отцов. И это будет благословением. Некоторые люди говорят, ну, не знаю, хочу ли я услышать какое-то пророчество, может, что-то неправильно мне скажут. Не эта цель пророчества. Цель пророчества — дать тебе надежду ее ободрить. Еще одно место откроем. Первая Тимофея, четвертая глава. Четырнадцатый стих. Павел говорит Тимофею. Не ради, а пребывающим в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Через возложение рук и пророчество. Вот что делал Иаков. То же самое делал Исаак. Это то, что было доверено людям через поколения. Я называю это благословением отцов. И иногда, когда мы говорим об этом, не всегда у нас позитивный образ. Потому что у нас может быть плохой опыт с нашими родителями, с нашими отцами. Не во всех отношениях, но в некоторых моментах бывает. И такие люди могут сказать благословение отцов. Как оно происходит? Через возложение рук отцов с пророчеством. И не обязательно, что вы должны что-то чувствовать при этом. Когда Исаак молился за Якова, И Писание не говорит, что Яков подпрыгнул и сразу начал орать «Аллилуйя!» Это возможно. Я верю, что это возможно. Я не против, когда люди так делают. Я люблю это. Когда они реагируют на слово, я не критикую это. Но я просто говорю, что когда Исаак возложил руки на Якова, он так не делал. Во всяком случае, Писание так не говорит. И Писание не говорит так же, что Тимофей обязательно скакал, когда на него возложили руки. Но они знали, что что-то должно произойти. Что что-то произошло. Это было вложение Духа Святого. И еще один отрывок. Второй Тимофей. Второй Тимофей 1,6. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Когда я говорил вот этому молодому человеку, который в полосатом свитере, я даже не знаю, есть ли у него образование. Может, он даже в школу не ходил. Может, он не знает, как писать даже. Я не знаю, потому что я его не знаю. Но когда я говорил о том, что он будет учить, я знаю в моем сердце, что это произойдет. Не знаю, как. Не знаю, где. Больше ничего не знаю об этом. Только знаю, что есть дар учителя. Ты веришь в это? Веришь, правда? Хотел ли ты когда-то учить? Да, видите, даже он хотел учить. Держись этого и воюй с этим. Что я хочу сейчас сделать? Я хочу возложить здесь руки на трех-четырех мужчин, которые есть отцами. Женщины, за вас уже вчера молились много. Это было классно. Это было прекрасно. Можете женщины сказать «Аллилуйя»? Но по каким-то причинам Бог избрал мужчину, чтобы он отображал его. Не только через мужчину, но мы видим это в Танахе, в пророчествах, в Новом Завете. И есть благословение отцов или отца, которое мы получаем через возложение рук отцов. И сегодня, например, какие проблемы есть у Америки? И есть мысль о том, чтобы убрать влияние или как бы власть забрать у отцов семей. Очень много, больше людей, которые живут гражданским браком или которые не женаты, чем те, которые женаты. И все больше ищут возможности, чтобы искусственно оплодотворять женщин. То есть, это уже семя, которое берется, человек, он же не является отцом фактически. Потому что дьявол знает. Потому что дьявол знает, что если убрать отца из общества, общество это развалится. Нам нужны отцы. У нас есть отцы в церкви. И я хочу помолиться за этих отцов. И потом я попрошу, чтобы вы вышли, чтобы отцы возложили руки на вас. И отцы, вы не должны, не обязаны пророчествовать. Или это не должно быть длинным пророчеством. Пусть это будет просто слово, если оно у вас есть. Возложите руки и просто скажите слово. Потому что... Потому что церковь, это... Что-то в ней происходит, когда отцы, они стоят в своем служении. Когда они пророчествуют и возлагают руки. Алиалуя. И alright.